Приветствую вас и в вашем вопросе задержится достаточно мало информации о том, каков именно ваш запрос, то есть чего вы хотите получить именно от экспертов, что вас интересует. Наверное вы хотите понять лучше свою девочку, наверное вам хотелось бы лучше понимать, почему она так себя ведет. Причин у подобного может быть очень-очень много, к сожалению. И основная причина, которая представляется наиболее вероятной, это неудовлетворенность в чем-либо. То есть по факту, то что ваша девушка кричит, скандалит по всяким бастикам, свидетельствует о наличии у нее внутреннего конфликта, о наличии у нее внутренней неудовлетворенности, которая и мешает ей выражать сколько-нибудь адекватное поведение, адекватное отношение к вам. И вам нужно здесь провести анализ, возможно вместе со специалистом, вместе с психологом, провести анализ, который бы показал, что у девушки является раздражающим фактором. Когда и если это будет выяснено и понятно, то можно будет скорректировать ваше поведение так, чтобы помочь девушке справиться с ее бедой, с ее проблемой, с ее трудностями и так далее. То есть разрешить ее конфликт, разрешить ее проблему. И тогда можно будет говорить о том, что ее поведение к вам изменится. Вторая, по значимости и по вероятности, на мой взгляд, причина такого ее поведения, представляет собой проявление отношения к вам. То есть девушка не относится к вам изначально так же тепло, хорошо и искренне, с любовью и нежностью, как, например, вы к ней. И это обусловило ее такое поведение. То есть девушка знает, что какие бы действия она не совершала, какие бы поступки она не осуществляла, что бы она вам ни говорила, вы все равно будете ее терпеть, вы все равно будете ее прощать, вы все равно пойдете ей навстречу в случае чего. И таким образом девушке все сойдет с рук, даже в такое вот несправедливое, в общем-то, поведение по отношению к вам. И в этом случае, в этой ситуации, вам нужно показать человеку, что вы не собираетесь терпеть такое ее отношение. То есть, если она ведет себя так, ведет себя достаточно агрессивно по отношению к вам, грубо, например, или как-то еще, и вы понимаете, что первая причина отсутствия, которая вот у вас теперь уже есть, благодаря мне, то во втором случае, это просто ваше пропустительство такого поведения. Если вы видите, что человек откровенно на пустом, на ровном месте начинает капризничество, то это эгоизм и эгоцентризм. В этом случае нужно просто оставить человека и никак не реагировать на его подобные выходки. А позже, когда она придет с себя и, условно говоря, успокоится, просто-напросто сказать ей, точнее спросить у нее, ну вот, почему ты так себя ведешь? Почему ты позволяешь в отношении меня такое поведение? Как ты думаешь, я заслуживаю этого? Как ты думаешь, мне нравится это? Как ты думаешь, я становлюсь счастливее от того, что ты себя со мной так ведешь? И если она скажет вам, что она все это понимает, что она знает, что вы переживаете, что вы расстраиваетесь, да, спросите у нее, хочет ли она делать вас счастливым, счастливым, вас? Если да, то такое поведение явно эту цель не преследует. Если ей все равно, тогда под сомнение ставится ее чувство к вам. То есть, понимаете, да? В втором случае, это проявление ваших отношений. И тогда уже нужно делать анализ ваших отношений, не ее жизни, а того, как вы взаимодействуете друг с другом. Как вы ставите себя с ней, как ставит она себя с вами, как вы распределяете свои обязанности в повседневной жизни, в паре и так далее. То есть, цель второго направления в том, чтобы раскрыть некоторые погрешности, касающиеся именно ваших отношений друг с другом. Потому что, возможно, вы девочку сами разбаловали, возможно, вы слишком много, слишком сильно для нее старались, и теперь она считает, что можно делать все, что угодно, а вы все стерпитесь. Соответственно, это не так, и это нужно менять. Это нужно менять и исправлять. Как? Ну, для начала постепенно менять свое поведение, в большей степени думать о себе, как можно больше разговаривать с девушкой, и показывать ей готовность к тому, что если она не будет стремиться сделать вас счастливым, то отношения с вами обречены на провал, на окончание, на разрыв. Пожалуй, последняя причина, наиболее вероятная, это та, что у девочки просто прошли чувства. То есть вы сказали, что вот вы живете с ней год, но я думаю, что вы знакомы больше, чем год. Какое-то время вы встречались. И вот, по всей видимости, по всей вероятности, пока вы встречались, был такой романтично-конфетный период, конфетно-букетный период. А потом, когда вы и начали жить вместе, родился быт. И быт, он кардинально отличается от романтичного периода. И быт отличается определенным однообразием, распределением обязанностей, ответственностью, решением каких-то проблем. И, вероятно, девушка оказалась не готова к тому, чтобы вот эти все проблемы с вами решать. Возможно, быт на нее давит, и давит на нее сильно. Если так, то тогда вам нужно спросить у своей девушки, а все ли ее устраивает, все ли ей нравится, все ли у нее есть то, чего бы она хотела. Если что-то ей не нравится, то вам нужно об этом поговорить, вам нужно это обсудить и прийти к какому-то решению, к какому-то выводу, дабы, ну, все-таки, удовлетворить потребности девушки. Пожалуй, это были три основных причины, три основных возможностей, обстоятельства, из-за которых у вас возможны такие вот симптомы. Сказать по правде, причин может быть много. И из того, что вы описали, я назвал лишь три наиболее вероятных. Если вы действительно хотите решить свою проблему, если вы действительно настроены серьезно по отношению к ней и готовы работать, готовы работать с этой проблемой, то вам нужно выбирать эксперта на нашем ресурсе и активно заниматься анализом, поиском проблем вместе со специалистом. Причем быть готовым к тому, что причина, по крайней мере, ее часть находится в вас, в вас самому. Потому что отношения устроены всегда два человека, и если у одного человека проблема, а у вашей девушки очевидны проблемы, от счастливой жизни человек так себя вести не будет, а если у вашей девушки проблемы, то, значит, отчеты повинны в этом и вы. Но не нужно думать, что я здесь, например, буду вас обвинять. Важно осознать ответственность, важно принять ее, и важно отвечать за то, что вы делаете, в том числе и в отношении своей девушки. И тогда, по крайней мере, у вас будет прослеживаться четкая связь между вашим поведением и реакцией девушки, допустим, на него. Кроме того, не стоит забывать еще и такую вещь, что вот вы называете пустяками те моменты, за которые девушка, например, агрессирует и взрывается. Но может быть, может быть, для нее это не пустяки. И то, что вы говорите, что это не заслуживающие внимания объекты, не заслуживающие внимания ситуации, то, что вы говорите так, как раз таки, может быть, и задевает вашу девушку сильнее всего. Поэтому для начала, вне зависимости от того, какая причина побуждает ее в таком поведении, вне зависимости от этого, примите как данность то, что для девушки важно. И сделайте то, что для нее важно, важным и для себя. Чтобы решать проблемы с человеком, нужно поставить себя на один уровень с ней. Такое, что вы находитесь на разных уровнях, и из-за этого общение между вами невозможно. Потому что вы судите со своей позиции, с позиции мужчины, с традицией формальной логики, а женщина судит с своей позиции, с позиции женщины и с позиции женской логики. Если вы хотите человека сохранить рядом с собой, то вам нужно вступить на его территорию и не бояться эту территорию изучать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.